Для них лето раньше было беззаботным временем каникул, а теперь это пора активного поиска работы. Для выпускников учреждений среднего профессионального образования Центр занятости провел этим утром ярмарку вакансий. В ней приняли участие 17 предприятий и организаций, как и исключительно челнинские, так и федерального уровня. Плюсом этой ярмарки стало то, что многие из работодателей как раз не требуют от соискателей опыта и стажа. Ведь отсутствие последних для многих выпускников является серьезным препятствием при трудоустройстве. Особо стоит отметить, что немало вакансий сегодня предложило городообразующее предприятие. Не только автомобильный завод, но весь КАМАЗ, он не боится брать выпускников, мы наоборот сторонники. То есть мы нуждаемся в этих студентах и дальше, чтобы они к нам приходили на работу. У нас нет такого, что пришел студент и его бросили, и вот он сам по себе. С опытом проблемы везде требуется, в принципе. Поэтому я встала на учет в центре занятости, чтобы было чуть проще найти. Но интересно операторам ЭВМ на КАМАЗе. Опыт работы не требуется, работа с компьютером связана, в принципе, разбираюсь. Помимо профессий, представленных на автогиганте, выпускники в это утро могли найти себе работу менеджера, бухгалтера, воспитателя, музыкального руководителя, учителя английского языка, контролера, повара или медсестры. Сами работодатели подчеркивают, несмотря на малый трудовой опыт молодежи, ей они всегда рады, ведь у такого рода специалистов свои преимущества. Когда приходит к нам молодой студент, полон амбиций, полон сил, он все может, он все хочет, у него не было еще никакого горького опыта. С ним, конечно, интереснее, с ним легче. Легче научить, чем переучивать. В целом по городу число официально зарегистрированных безработных сокращается. На учете в центре занятости стоит 1875 человек, что на полсотни меньше, чем всего неделю назад. В то же время вакансий на рынке труда по-прежнему много. В информационной базе центра занятости более 4,5 тысяч предложений. Ландыш Капранова, Эльдар Мустафин, Радик Ганеев, РНТВ, Набережные Челны.